Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы на основании слухов, имеющихся в сети, ответим на вопрос, действительно ли Курбан Амаров забрал бизнес Ксении Бородиной. Большой скандал разгорелся вокруг семьи Ксении и Курбана. 25 июня Бородина объявила о том, что ее обманули партнеры, что сайты и шоурумы под брендом Бородина Шоп больше не имеют никакого к ней отношения. Также она рассказала, что партнеры по бизнесу приложили руки к взлому ее аккаунта в самой популярной соцсети, где у девушки было около 5 миллионов подписчиков. Бородина пишет, «Я больше не имею никакого отношения к магазину Бородина Шоп». После того, как я с нуля поднимала этот бизнес за счет своего имени, фотосессий, беременная ходила по фабрикам и искала ткани, договаривалась с людьми о пошиве одежды, как я придумывала каждый образ, они посчитали, что я ничего не заслужила. Меня обманули. Ранее на совместном отдыхе с мужем Бородина получила много жалоб на доставку, на качество товара и на политику обслуживания. По возвращении домой девушка решила сама разобраться с делами, но ей помешали это делать, не предоставили ни одного документа. Теперь Бородина хочет открыть свой собственный бизнес в этом направлении и руководить уже всем сама. Разгневанные подписчики Ксении во всем произошедшем обвинили ее мужа Курбана Амарова. Они решили, что тем партнером стал именно Курбан, это он забрал ее бизнес. И многие стали обвинять Курбана на его странице в соцсети в том, что он поступил не по-мужски. На основании чего фанаты Ксении сделали такой вывод. Во-первых, Бородина сама говорила, что это семейный бизнес. Она сама лично писала, что это любимый муж помог ей как с идеей, так и с открытием магазина с ее именем. К тому же на товарных чеках написано И.П. Амаров. Ко всему прочему, внимательные подписчики увидели, что на Ксению Амаров не подписан, а вот на страницу Бородина шоп подписан. Вот некоторые комментарии. Ксюша, зачем всех обманывать? Если это был семейный бизнес, семья распалась, бизнес тоже, то так и надо писать. Почему не написать прямо? Бизнес был Ксении и ее мужа. Если Ксению обманули, то получается обмануть мог только муж? Сами супруги комментариев не дают. И все вышеизложенное нами это всего лишь слухи и выводы интернет-следователей, которым не безразлична жизнь Ксении Бородиной. Бородина написала в своем блоге «Эти люди продолжают работать под моим именем и вешать посты, приписывая меня. Я хочу еще раз вам напомнить, что я не имею к ним никакого отношения. Спасибо вам еще раз за поддержку». Но поддерживают Бородину далеко не все ее подписчики. Многие ругают ее и волнуются за бизнес простых, незвездных людей, которые поверили ей и вложились в товары с целью последующей их продажи. Вот некоторые комментарии. «Жалко простых людей, кто открывал магазины в других городах. Такие убытки могут быть. Очень некрасиво с ними получилось. Открывали на свои кровные деньги, между прочим, под ее бренд, поверили. А сейчас кто им будет возмещать убытки? Бородина шоп сейчас загнется без Бородиной. Все покупали в этом магазине из-за того, что Бородина рекламировала. А она откроет свой шоурум и будет жить долго, счастливо и богато. Сначала кричала «это мой магазин», а сейчас в кусты. Жалко, люди ей доверяют. А на деле получается сплошной обман и одно желание заработать денег. Другие же подписчики заступаются за Ксюшу. Она просто ошиблась в людях, от этого никто не застрахован. Она доверилась мужу, выкладывалась на все 100%. А когда заметила непорядок, никто ей туда доступа не дал. Мы же не знаем, что у них там между собой и как юридически все оформлено. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.